МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Переселенцы активно открывают собственный бизнес на новых местах проживания. Своим опытом они поделились на бизнес-форуме в Киеве. По словам организаторов, основная цель – объединить усилия всех тех, кто оказывает помощь в создании собственного дела переселенцам, а также поближе ознакомить новых бизнесменов с основными принципами развития предпринимательской деятельности. Мы собрали участников из всей Украины. Это и общественные, и международные организации, которые помогают для переселенцев открыть свой бизнес, проводят учебные программы, гранты, программы, и также сами переселенцы, которые уже открыли свой бизнес. Або за помощью грантов, або самостоятельно, но на новом месте открыли бизнес. Актуальной проблемой для переселенцев остается вопрос переквалификации. По словам советника по вопросам внутренне перемещенных лиц Анастасии Бондаренко, часто прежняя специальность переселенцев оказывается неактуальной на новом месте проживания. Когда люди сначала выезжали, они думали, что вот сейчас мы тут быстренько как-то перетерпим, быстренько на какой-то временной работе, потом вернемся домой, и все будет хорошо, все вернется на круги своя. А сейчас люди поняли, что им нужно обустраиваться в той реальности, в которой они сейчас существуют, что быстро, к сожалению, это все не закончится, и начали активно пытаться как-то развивать свой бизнес. Эксперты отмечают, наиболее активно гранты выдаются на какие-то необычные проекты. Переселенка из Горловки Светлана Толпинцева занимается с мужем консервацией капусты. Сейчас семья Толпинцевых живет в Харькове. Город большой, рассказывает Светлана, студенческий. Часто людям не хватает времени на приготовление еды. Я написала бизнес-план и жду со дня на день получения нового капустареза. Потому что у нас было варенье. В общем-то, надеюсь, что теперь мы сможем делать более качественную нарезку и увеличивать опять-таки объемы реализации и свои доходы. Переселенка из Алчевска Виктория Хромова также получила грант и открыла в Житомире Центр образования и творческого развития детей. Трудностей, говорит она, было много. Незнакомый город и новые люди явились непростым барьером для развития собственного дела. Основная трудность вообще была, потому что на новом месте изначально. Потому что приехали, и это была такая мечта давно, я вообще преподаю уже много лет. Мечта была давно, ну как-то все время, потом, потом, потом. А тут получился вот этот грант. Если бы, наверное, не он, то, наверное, так и оставалось бы пока в мечтах. Это был такой толчок. А трудности, ну сейчас я работаю только полтора месяца. Трудности есть сейчас с поиском клиентов, трудности есть с тем, чтобы доверяли люди тебе, трудности с размещением рекламы на незнакомом месте, хотя мы здесь живем уже почти два года, мы уже умерли. Но все равно мы еще здесь не свои. Организаторы форума с радостью отмечают, что между переселенцами нет конкуренции, даже если они работают в одной сфере. Они готовы обмениваться идеями, они готовы делиться каким-то своим опытом, ошибками, або, наоборот, какими-то успешными вещами. Между собой они делятся, и таким образом помогают один одному. Что касается напутствия и советов, переселенцам участники форума сошлись в едином мнении. Главное – что-то делать и не ждать помощи от государства. Самое страшное, уверяют они, сделать первый шаг. После этого втягиваешься в рабочий процесс, а собственный бизнес помогает почувствовать себя по-настоящему дома. Украинцы символично объединили аннексированный крымский полуостров с материковой Украиной. Пробег Run for Crimea прошел в Киеве. Дистанция – 812 километров. Расстояние между Симферополем и Киевом. Именно столько в сумме и пробежали участники марафона. Организовали пробег Run Ukraine совместно с организацией КрымСОС в рамках бесплатных открытых тренировок Open Run Day и подготовки к киевскому марафону 2016. Идею объединения полуострова с материком поддержали как профессиональные бегуны, так и новички в этом деле. Организаторы отмечают главное желание поддержать полуостров и еще раз напомнить, что это неотъемлемая часть Украины. Сегодня, думаю, все думают про Крым. Это важно. Крым – это часть Украины. Так трапилось, что все у нас выбрали. Но, я думаю, сейчас он все повернет на свои места. И Крым так само повернется в лон Украину. И все будет хорошо. Но, я думаю, такая акция, она ведь не нужна, потому что тут много молодей. И молодь мает знать, что Крым – это независимый грааль, что он повернется. И таким образом надо привернуть внимание молодей к проблемам, которые сегодня существуют в Крыме. По словам координатора Крымсоста Милы Ташевой, первоочередной месседж акции направлен для тех людей, которые сегодня проживают на аннексированной территории. А крымчанам-переселенцам, уверена она, такой пробег поможет снова почувствовать связь с родным домом. Много людей, которые здесь находятся и присоединились как волонтеры к нам, они понимают очень хорошо момент втрачения родного дома. Тут очень много крымчан, крымских татар, есть очень много переселенцев из Схода. И поэтому это акция, это символичное присоединение Киева и Симферополя. Забег на каждую дистанцию проходил под присмотром профессиональных тренеров и спортсменов. Так что все участники марафона могли выбрать определенное расстояние в соответствии со своей физической подготовкой. Люди, которые принимали участие в акции, мы их разделили символически на три группы. В зависимости от уровня подготовки, кто сколько может пробежать, даже если человек может пробежать в 100 метров, это не проблема. Мы эти 100 метров добавляем в общую копилочку. Не всем участникам марафона было легко пробежать дистанцию. Однако после забега каждый остался доволен своим результатом. Ощущение сложно все-таки преодолеть 812 километров, как было заявлено сегодня до Крыма. Может, это время где-то года. Но, во всяком случае, если Крым не идет к нам, мы можем бежать к нему. Бежала я 2 километра. Все было замечательно. Все прекрасно выбрала я эту дистанцию, потому что я не профессиональная спортсменка. Но я рада, что мы здесь все собрались за Крым. Пришли сюда все те, которые лишь решили, что Крым – это Украина. Участники признаются, сегодня пришли не только с целью подготовиться к будущим соревнованиям и забегам, но и поддержать всех своих друзей, которые были вынуждены покинуть родные дома в результате российской агрессии. Российская железная дорога собирается увеличить количество поездов, которые будут курсировать в Крым и Краснодарский край. Об этом сообщает генеральный директор федеральной пассажирской компании Петр Иванов. По его словам, все имеющиеся резервы будут задействованы для того, чтобы упростить поездку россиян на Черноморское побережье Крыма. Сообщается, что на полуостров будут добавлены поезда. Однако в российской федеральной пассажирской компании почему-то не уточняют, что на полуостров до этого ходил всего один поезд в обход Украины через Керченскую паромную переправу. Тот, который в конце прошлого курортного сезона так называемые власти Крыма планировали отменить из-за нерентабельности. Поезд Москва-Симферополь потерял свою актуальность. Он идет 44 часа. Стоимость билета в плацкарте – 4947 рублей. В купе – 7205 рублей. За такие деньги проще лететь на самолете. Также легче добраться из Анапы или Сочи до Симферополя на автобусе за полторы тысячи рублей. Поезд этот так и не отменили, но на зиму было приостановлено его движение. Однако на сайтах продажи билетов уже можно покупать проездные документы на апрель 2016 года. Тем временем в Крыму продолжаются разрушаться пляжи и устаревать курортная инфраструктура. Семейская набережная попросту провалилась. На побережье мусор и развалины старых кафе и ресторанов. Некогда популярный курорт становится опасным для отдыхающих. А вот на центральных пляжах Евпатории проблема другая. Море съедает берег. На берегу образуются горы немытого песка. Зоны отдыха становятся все меньше. Горожане говорят – приезжих мало. К сезону подготовка не ведется. Там, вы знаете, слабо, слабо. Кроме погоды пока ничего. Погода уже курортная. Дыхающих пока нету. Пока нету. Мало. Обращаю для себя внимание то, что совершенно не восстанавливается, не ремонтируется, в принципе, здание, жилой фонд. Причал. Причал. Совершенно в таком забитом, запущенном состоянии находится. Помимо проблем с побережьем, местные жители жалуются и на цены, которые могут шокировать гостей Крыма. Почему-то вина стали здесь немножко дороже, чем в Москве. Вина, который здесь делают. Почему-то водка. Ну вот, это, конечно, то, что может быть не принципиально, но тем не менее вызывает вопросы. Почему, если здесь делается вино Массандра, Левадия, и вдруг оно здесь дороже зачастую, чем в Москве. Несмотря на то, что вода холодная, есть и смельчаки. Люди купаются в ледяной воде и надеются на то, что конфликты России с другими странами могут привлечь в Крым туристов. Нет, я всю зиму плаваю, да, уже три года, 8 градусов, не очень. Ну, те, которые плавают, я так не видела. Ну, в связи с конфликтом, с конфликтными ситуациями с Турцией, с Египтом, я думаю, что многие сюда теперь полетят. В любимой ранней и зимой, и летом Ялте тоже надеются на сезон. Местные сравнивают нынешнее время с тем, что было до 2014 года. Отмечают, для Ялты в начале марта количество людей заметно снизилось. Гостей с материковой России местные не видят. Честно говоря, нет, незаметно. Ну, я думаю, что мало, не видно. По сравнению с прошлым, в прошлом году, по-моему, так же было. Ну, людей так, не знаю. Сейчас трудно определить, потому что с Донбасса люди сюда поехали. Сейчас побольше народу стало. Держимся, видимо, с Донбасса. Напомним, ранее так называемый глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал 6 миллионов туристов в 2016 году. В Севастополе начались съемки художественного фильма о событиях февраля-марта 2014 года, периода начала аннексии Крыма. Как сообщает пресс-служба так называемого правительства Севастополя, из-за этого в городе на пять дней с 12 по 19 марта будет ограничено движение всех видов транспорта. Сообщается, что действие будет проходить в самом городе и в Балаклаве. В минувшем году в Севастополе планировали снимать фильм о событиях на Майдане в Киеве в конце 13-го, начале 14-го годов и на полуострове в феврале-марте прошлого года. Однако, пока процесс не запустили. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя России. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это восстановлением исторической справедливости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова